Может, вопрос у вас какой-то интересный есть? Или тема? Как живете там сейчас, в Харькове? Ну, вы знаете, я честно вам скажу, я вот за весь Харьков сказать не могу, хотя хожу по улицам, столько шикарных машин, вообще просто нереально. Проехать невозможно на маршрутке. А я живу лично вообще очень хорошо. Я счастливый человек, вот я сейчас на работе, работал целый день. Столько всего интересного, вообще просто нереально. Так а уже конец работы седьмого и пол седьмого у вас? Послушайте, я человек самозанятый. Моя работа принадлежит мне, то место, на котором я работаю, это мое собственное рабочее место. Ко мне на работу приходит ребенок, вот у них сейчас карантин в школе, он мне помогает, и вот мы с ним сегодня очень так хорошо поработали. Ну, а я пенсионер. Я понял. Вот. Ну, а я, в общем, так сказать, человек работающий. Я очень люблю работать. А вот сейчас я отдыхаю, с вами общаюсь. А вот пообщаюсь и дальше пойду поработаю. Чисто из любопытства, род деятельности, какая серая или как? Я радиоинженер, у меня своя мастерская. Я всю жизнь работал по специальности. Я занимаюсь дистанционно управляемым оружием. Ну, электронные системы для дистанционного управления оружием. Ну, 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 ну. Круто. Ну, вот, чтобы вы понимали, чтобы я вас не обманывал, это просто, я не хвастаюсь, просто, чтобы вы понимали, что я не обманываю вас. Понимаете? А как же секретность? Видите ли, в чем дело, что для секретности у меня служит вот эта перегородка. И вот она скрывает то, что нельзя вам показывать. Там такое стоит, что просто, так сказать, вам нельзя это видеть. Но она совершенно непрозрачна для, так сказать, видеокамеры. Ну, она мне не нужна, ваша секретность. Ну, вы просто спросили, я ответил. А вообще, когда вот я, и, так сказать, ну, просто, так сказать, я фактически один занимаюсь самыми такими серьезными делами, то секретность очень легко соблюдается, потому что все замкнуто на меня самого. А как с IT-технологиями? Ну, вот в какой-то мере это имеет отношение к IT-технологиям. В какой-то мере это... У меня просто собственные разработки по дистанционному управлению оружием. У меня просто собственный метод, да, изобретательства. То есть, вы понимаете, в чем дело? Что если просто вот сидеть за столом где-то, ну, я не знаю, там, в лаборатории или там в каком-то у себя в кабинете и что-то пытаться придумать, то это все, так сказать, не всегда срабатывает. Надо ехать на фронт, общаться с солдатами, с офицерами, с сержантами, спрашивать. Ребята, какие у вас проблемы есть? А давайте, а вот вы мне сами подскажите, как тут вот эту херню уничтожить, которая там выезжает, стреляет. А вот давайте придумаем вот так. Это настолько классно, настолько интересно, настолько, в общем, вот воодушевление такое. Это вообще, это супер. Вы не пишете разговор? Вы в прямом эфире. Ого-го! А в YouTube потом будет выложено или нет? Ну, скорее всего, выложу, а может и не выложу, не знаю. Как дальше, как карта ляжет? Нет, просто-напросто я начинающий пока. А, я понял, я понял. Ругают вас, да, украинцы? Да. А, видите, а я вас не ругаю. Знаете, почему? Потому что я, наоборот, помогаю некоторым российским семьям. Я считаю, что это очень важно для дружбы между нашими народами. Это чем вы так помогаете? Ну, например, с кредитами рассчитаться, чтобы ваши семьи, так сказать, снять с них долговое вот это бремя кредитов. Вы знаете, сколько у вас сейчас семей имеют незакрытые кредиты, их мучают коллекторы, долги, потребительские кредиты? Ну, и как вы с Харькова помогаете им? А, видите ли, в чем дело? Если я помогаю нашим военным уничтожать тех уродов, которые, будучи должниками, приезжают к нам сюда попробовать заработать на этой войне, то потом его тело, будучи отправлено к себе, мама и жена получат, вот по моим данным, где-то в районе полутора миллионов рублей могут получить. И тут же рассчитаются с кредитами. Это очень важно, чтобы вот такая логистика по отправке цинковых ящиков к вам в Россию, чтобы она как-то вот, так сказать, способствовала взаимопониманию между нашими народами. Как-то вы добрые, самые добрые, самые наидобрейшие, что-то как-то быстро обкакались. Да что вы говорите? Но, видите ли, в чем дело? Я вам должен признаться, что за последнее время я поменял свою точку зрения. Мне объяснили, что убивать нехорошо. О, вы. Это кто это так объяснил, что убивать нехорошо? Друзья мои. Что убивать очень нехорошо. Это неэффективно. Калечить, чтобы отрывало руки, ноги. Чтоб тело вот это возвращалось без рук, без ног к маме. И думало о том, что оно вообще сделало в этой жизни. Ну, их там нет какой-нибудь. Я не могу поверить, что мой родной город Харьков. Вот так вот, такие люди в нем добрые живут, а? Вы знаете, мы вообще, мы суперские люди, харьковчане. Я настоящий харьковчанин. Такой красивый город, такие душевные люди. Так, а я, наверное, один из самых душевных. Я еду в метро, с ребенком особенно приятно. Подходят люди, жмут мне руку, говорят, какой ты красавчик, мальчик. У тебя такой папа, мне так приятно, честно говорю. Ну, это тогда, когда меня по телевизору показали. Ну, или там на канале. Глаза такие наивные, чистые, блин, а? А внутри-то, оказывается, внизу-то, внутри-то гнилье, оказывается, вылазит, а? А где ж гнилье? Гнилье это те, кто воруют и это самое. Смотри, когда война началась, у меня, так сказать, я вместе с водителем вдвоем, мы владели новеньким Фиат Добло. И вот я получил свою часть, половинку стоимости вот этого автомобиля. И все эти деньги я вот сейчас езжу. Ну, когда на такси, когда срочно надо? А так я езжу на маршрутке. У меня нет сейчас машины. От отца досталась Таврия. Вот. Ну, надо сейчас переоформить на себя. Я сейчас без машины. Ну, я и вожу плохо, это, так сказать, ростно. Так вот, я все эти деньги, я потратил на помощь нашим военным, на разработку оружия. Это мои личные деньги. Чтоб ты понимал. Поэтому, так сказать, про гнилье я не принимаю этого аргумента. Не, ну, поверь старому, поверь. Ты бы лучше на другого направил свою, эту самую, то, что ты мне показал. Я очень правильно, это автоматическая система, электроника, очень правильно его направляет. Вот сейчас четыре установки поедут на фронт. Ух ты как, ух ты как. Вот, 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 вот. И кого там стрелять-то собираются эти четыре установки? Ты знаешь, там снаряд он не различает. Бурятлит он, русский, там, я не знаю, еще кто-нибудь. Тунгус какой-нибудь, прости господи. Я к тунгусам хорошо отношусь, только не тем, которые к нам приезжают тут воевать. Очень хорошо снайпера воспитывать это нашими системами. Потому что я даже могу вести огонь, я нахожусь в укрытии. А по кабелю или по радиоканалу мы управляем оружием. Это очень хорошо. Не, ну откуда в тебе такое зло, а? Это добро. Потому что то, что я делаю, это выводит наших военных из-под вашего огня противника. Я очень добрый человек. Ты уважаемый садомазохист какой-то. Это ты извращенец, если ты так думаешь. Я думаю, что у садомазохистов детей не бывает. Вот у меня многодетная семья, трое детей, все мальчики. Так что не принимаю, так сказать, про садомазохизм. Если ты так думаешь, то это твои личные проблемы. Не, ну да, я вот смотри, я даже могу объяснить. Ну попробуй. Хотя это мало меня интересует. Ну попробуй, хотя меня это мало интересует. Ну попробуй объяснить. Я понимаю, я понимаю. Я хоть в этом деле в чат-рулетке новичок, вот я первый раз вообще разговариваю. Игрушку, так сказать, деду дали в руки. Да. Поговорить. Да, ну кое-какие отзывы о вас уже читал. Как канал мой называется? Как меня зовут? А я не знаю. Я старый иду, что после инсульта. Ну что с меня возьмешь? Я понял. Ну, выздоравливайте и, так сказать, подольше напрягайте пенсионную систему Российской Федерации. А у меня она нормальная пенсионная система. Так я ж знаю. Я имею в виду, чтобы вы подольше прожили нормальной полноценной жизнью и подольше, чтобы вы получали пенсию от российского государства. Ой, спасибо, благодетель. Спасибо, родной ты мой. Видите, какой я добрый человек. Ну внутри-то ты гнилой. Нет, абсолютно. Ну не может харьковчане так вот творить. Ну пойми ты. Может, может. Более того, у меня мои же харьковчане самые лучшие наши люди. Не обойдужие харьковьяны. Они меня поддерживают. Ой, 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 ой. С чего это вас так перевернуло-то, а? Я просто очень оккупантов не люблю. Вот именно, вот мне жена подсказывает, сам ты оккупант. Можешь камеру на жену направить, можем пообщаться. Нет, нет, нет. Я привет передам. Как жену зовут? А для чего? Ну я скажу добрый вечер. Ну если зовут Татьяна, например, я скажу добрый вечер. Она сказала ее имя, слишком известно, чтобы она называла его так в прямой эфир. Но вы неплохо, так сказать, общаетесь после инсульта. Отлично общаемся. Отлично. Ну вот видите. Харьковчан мы отлично знаем. Да, вот именно. И харьковчан мы отлично знаем. Вот видите. И разговариваем с ними. А сейчас со мной познакомились. Но вы же говорите, что граждане Украины плохо на вас реагируют, там как-то обзывают вас, там я не знаю, как-то агрессивно к вам относятся. Как вы это сами объясняете? Ну это, я... Как вы это сами объясняете? Я отношу это к воспитанию. Это к воспитанию. К воспитанию, я понял. А я полагаю, что это из-за политики, из-за того, как россияне, в том числе простые россияне, с восторгом большинство приняло агрессию, оккупацию действия Российской Федерации как государства, президента, верховного главнокомандующего. Уважаемый, а уважаемый. А вот прежде чем кого-то обсуждать, на себя бы можно посмотреть, а? Точно, точно. Вот если, например, когда-то воевали против Гитлера, то... Не, зачем, подожди, зачем так далеко? Давай поближе. Поближе. Давай тринадцатый год возьмем. Ну, слушаю, тринадцатый год, да. Мы когда спрашивали, кого вы будете выбирать, вот следующим, вот звучала такая фамилия Порошенко. Да. Да. Это в тринадцатом, это еще до революции вашей. Да. Вполне, так сказать, допускаю такую мысль, да. Да. Не, ну, хорошо, но если ты в Харькове живешь, ты тоже должен был это слышать. Ну, непосредственно не слышал, ну, короче говоря, я слушаю дальше вас. Ну, короче говоря, одного вора поменяли на еще хуже вора. А следующий на кого еще, третьего на кого поменяли? Да такого же. Точно. У нас есть такая штука, которая называется сменяемость власти. Это то, чего нет у вас. Ваш кремлевский фюрер как засел в Кремль и только вперед ногами. И более того, исходя из истории и знаний, как это происходит, ваш следующий правитель будет говном поливать место, так сказать, и самого вашего Путина. И то место, где он был, и могилу его, наверное, я не знаю, то ли там хлоркой, то ли дустом, то ли еще чем-то. Короче говоря, там, я не знаю, урны плевательницы такие, тысячеведерные. Понимаете? Ты смотри, опять добро полезло, опять вот как вот доброта вся вот полезла наружу, мама родная. Точно, точно, точно. А это не доброта, это ум. Почему на самом деле? Потому что так оно и будет. Вас все последующие правители объявляли говном предыдущих. Так было с Горбачевым, с Ельцином, так будет и с Путиным, поверь мне. И чем дольше будет Путин при власти, тем сильнее будет это падение. Расчленение России. Беды, разрушения, войны, когда Смоленская Народная Республика будет воевать с Орловской Народной Республикой. Уважаемый, ты, уважаемый, извини, пожалуйста, в первый класс в каких годах пошел? В 80-е, в 90-е, в 2000-е? Смотри, я 69-го года рождения, а в школу я пошел в 1976-м году. В 7 лет, ну мне 7 лет еще не было, но пошел уже. Тогда старались пованше. Чему тебя учили в советское время? Вот этому что ли, вот этой доброте твоей? Да, именно. Да? Да. Точно. Поэтому, так сказать, Китайская Народная Республика, Новокитайская будет. А китайцы своих не бросают. И будут у вас и предатели, и коллаборанты. И отколется и Чечня, и Северный Кавказ. Все это будет. Ну ты, скорее всего, похож на Нострадамуса, да? На вангу ты не похож, потому что ты в мужском обличии. Я понял. Но я вангую, тем не менее. Смотри, например, ты же помнишь этого самого Брежнева? Отличнейший человек был. Отличнейший человек был. Вот вы мне сейчас напоминаете СССР времен Брежнева. Будете еще разламываться, будете расчленяться. Все будет. Ты сам с того времени, ты сам того времени воспитанник. Да. Был отлично. Бесплатно учился, тебя учили бесплатно, лечили бесплатно. Ничего бесплатного не бывает. Мои родители получали по 120 рублей, чтобы меня учить бесплатно. Эти деньги... Эти деньги... Ты про 120, подожди, ты про 120 лучше помолчи, заткнись. Я на 90 в Харькове жил нормально. Ну вот. В Харькове жил на 90 рублей. Ты получал 90 рублей, чтобы я бесплатно учился. Ух ты, какой умный, грамотный. Да, это правда. Ты получал 90 рублей и жил гораздо хуже, чем американский, например, рабочий. Немецкий рабочий, французский рабочий. Лично мне с высокой башни на американского рабочего. С высокой башни, чтобы жировали партийная верхушка, чтобы существовали закрытые магазины, закрытые распределители, чтобы в Африку... Чтобы в Африку... Чтобы в Африку... Как твой Порошенко сейчас существует? Чтобы в Африку... На вас, на вас, на вашу горбу деньги поимел. Сколько денег? Порошенко сам зарабатывает деньги. Ты мне тут мозга пудришь. Конечно. Чтобы в Африку... Кто зарабатывает деньги? Чтобы в Африку... Не кричи, а то у тебя, не дай бог, сейчас инсульт опять случится. Что ты нервничаешь? Держи себя в руках. Мне ж хочется, чтобы ты нагрузил подольше пенсионный фонд Российской Федерации. Чтобы они тебя... Мне просто обидно. Мне обидно за мой любимый Харьков. Понимаешь, ты... Или нет? Обидно, что там вот такое гнилье, как ты, живут. Так вот я продолжу. Ты получал 90 рублей, чтобы страны Африки получали широким потоком всякие уродливые режимы, получали широким потоком оружие, бронетранспортеры, вертолеты, автоматы, гранатометы. Все виды вооружения, танки получали. А ты смеешься. Уважаемый, в 90-х годах вам какая военная мощь досталась от Советского Союза? Где оно? Ответь мне, где оно? На Донбассе? У вас на Донбассе воевать нечем. Просрали все. Вы все продали. Вы продали. Не мы, а вы продали. Вы за баксы купились. И ты мне еще не в политику читаешь? Ну, а что же мне делать? Кто ж тебе еще прочитает? Про советское время. Кто ж тебе прочитает еще? Я же очень добрый человек. Тебя так просто вот ругают и посылают. А я по-доброму. Потому что я помогаю уничтожать врагов наших. Поэтому я добрый человек. Мне не надо ругаться и кричать. Сила ни в крики и ни в ругани. Ну, ладно. Слушай, ты меня сейчас отвлекаешь. Я уже много времени с тобой потратил. Я сейчас пойду и поработаю. Потому что очень важно. Я уже отдохнул с тобой. Очень важно, чтобы я закончил сейчас то, что нужно сделать. Упаковал и отправил. Нехай счастыть. Нехай счастыть. А я зато спать спокойно буду. Точно. Нехай счастыть. Я deg breakdown. Ж補. Я не могу. Я бывает. Я несу gebeelas. Я пойду möchte их. Я считаю лучше что-то можешь. Я спать librые.